Кассета шестая Кассета шестая Кассета шестая Мы соизволили на сие удостоверение Подписанное нашим именем Искрепленное секретарем нашим Нашего дома и финансов Франции 11 мая 1635 года В неофициальных документах Подобные случаи удостоверены десятками Мы ограничимся следующими Приведенными в одной History The Diablo 12 века Об аксонских Бесноватых монахиних 1652-62 года Почти все они засвидетельствовали Своё знание сокровенного В тайных мыслях И это особенно проявилось в том Что они обыкновенно очень точно Исполняли тайные приказания Которые им в различных случаях Давали их заклинатели Причём эти приказания Не были выражены ни словами Ни каким-либо иным Внешним знаком Таких опытов шалонский епископ Сделал несколько Между прочим В Денисе Парисе Которая Когда он ей приказал На Денисе В глубине своей мысли Прийти к нему Для изгнания из неё бесов Пришла к нему тотчас же Хотя жила в довольно отдалённой части города И сказала господину епископу Что она получила приказание Прийти И это она сделала Несколько раз Ещё на сестре Жамен Послушницы Которая уходя после заклинаний Ему сказала О тайном приказании Которое он сделал бесу Во время заклинания И на сестре Бартон Которой он мысленно Приказал Во время самых сильных её корч Прийти и пасть С распростёртыми руками Ниц перед святым причастием И которое это приказание И исполнило в то мгновение Как он это его сделал Совершенно необычайной Поспешностью и быстротою Для правильной оценки Этих свидетельств Необходимо знать Что у монахинь Не могло быть Никакого повода обманывать Так как способность Угадывать мысли Считалась одной из улик Одержания От которого исцеляли Если не всегда На кострах То во всяком случае После ряда Утомительных заклинаний И одержимым Сёстрам Не за что было быть Признательными Сидевшим в них Бесом Поспешавшим заявить О себе заклинателем Так нагло С другой стороны Нет причин Думать что И заклинатели Намеренно Удостоверяли Неправду Поэтому В основании Их свидетельств Должно предполагать Действительный факт Хотя Быть может И неверно Истолкованный Из магнетизера Впервые Заметил Мысленное Внушение Пересигюр С тех пор И до наших дней По этому поводу Вопросу Накопился Весьма Значительный Материал Объединенный В известных Уже нам Трудах Гернея Мэйерса И Подмора Большая часть Ранних свидетельств Не могут считаться Доказательными Так как Не подтверждены Никакими Доводами Исключающими Возможность Иного Объяснения Но опыты Произведенные Английским Society For the Physical Research Обставлены Настолько Хорошо И их Результаты Настолько Убедительны Что Презрительное Отношение К вопросу О мысленном Внушении В настоящее время Может быть Достоянием Только ученой Рутины При опытах Society Субъект Субъект Субъекта Сажает В одном Из Зал Общества Перед Столом На котором Положены Карандаш И несколько Лисов Бумаги Возле него Стоит Член Общества Наблюдающий Внимательно За тем Чтобы Открыть Ту или иную Уловку Если Такая Окажется Другой Член Комитета Уходит Из Зала И в запертой Комнате Рисует Какую Фигуру Затем Он Призывает В эту Комнату Экспериментатора И затворив Дверь Показывает Ему Рисунок После Этого Экспериментаторы Ведут Завязанными Глазами В зал И ставят Или сажают Позади Субъекта В расстоянии Приблизительно 60 см После Короткого Периода Сильной Умственной Сосредоточенности Экспериментатора Субъект Берет Карандаш И среди Общего Молчания Воспроизводит Належащую Перед ним Бумаги Належащей Настолько Возможно Точно Полученное Им Впечатление Рисунка В какой Мере Верно Это впечатление Передает Рисунок Всякий Может Без труда Судить По Обубликованным Сертежам Воспроизведенным Между прочим И в Распространенных Изданиях Из протокола Общества Видно Что между тем Как при помощи Мысленного Внушения Удача Бывает В одном Из пяти Одной четверти Случаев Без такого Внушения Она бывает В одном Из сорока Трех Объяснение Предложенное Льебо Есть отголосок Более Разработанной Теории В замечательном Труде Но Быть может Существует Более Простое Объяснение Засвидетельственных У Льебо Фактов Быть Может В первом Случай Самнамбла Каждый раз Догадывалась Что ее Собираются Усыплять И засыпала Вследствие Самовнушения Быть Может Она Не спала А притворялась Отвечать С уверенностью В том Или другом Смысле На эти вопросы Возможно Было Лишь при Личном Участии В опытах Следует Однако Иметь Некоторое Доверие К огромной Гипнотической Практике Льебо Бонни И Льежуа Хотя С другой Стороны Нельзя Забывать И того Что Лица Подобны Льебо И Льежуа Ум Которых Заполнен Одной Неотступной Идеей Способны Порой По ее Внушению Видеть То Чего Нет На деле Косвенным Подтверждением Первого Из Могут Служить Совершенно Подобные Эксперименты Жибьера Пьера Жанне Охоровище Обставленные По их Уверению Всеми Предосторожностями Одно Из последних Наблюдений Этого Рода Принадлежит Веттерс Ранду В настоящее Время Пишет Этот Вообще Осторожный Автор Шмидт Кунцу От 5 декабря 1890 Года Я Пользую 33-летнюю Даму Которая Спала Неприжимно В течении Трех Недель Я Могу Не выходя Из своего Дома Ее Пробуждать От сна Сосредоточенной Мыслью И затем Усыплять Снова Могу Заставлять Ее Делать То Но Теперь Уверя Собственными Собственными Глазами Эта Передача Мысли Может Наступить Тогда Когда Усыпленный Ни одной Минуты Не думает Ни о чем Другом Кроме Гипнотизера И Действительно Она Не думает Ни о чем Кроме Меня И Прочее Позднее Веттер Странду Пришлось Наблюдать Другой Подобный Пример Во всяком Случае Нельзя Не Пожалеть Что За Исключением Опытов С угадыванием Заранее Написанных Слов Цифр Рисунков Экспериментаторы Нисколько Не заботятся Об Установлении Объективных Признаков Мысленного Внушения Почему Бы Например Не Испытать Его На Психическом Паралите Галлюцинация И Иллюзия Как часто Нам приходится Слышать И употреблять Выражения Галлюцинация Иллюзия Обман Чувств И тому подобное И как редко На самом деле Бывает Чтобы мы Сумели Дать себе Отчет Чем Сущности Отличается Явление Действительно Откажущегося По отношению К нашим Чувствам Другими словами Как отличить Их друг от друга В классических Учебниках Психологии Психиатрии Галлюцинации Называется Чувственное Восприятие Которому Не отвечает Никакая Действительность Иллюзия И же Такого рода Обман Чувств Когда Внешний Объект Представляется Нам Более или менее Несогласным С действительностью Таким Образом Если бы Проезжая Через местность Пользующаяся Плохой Репутацией Мы Приняли В сумерках Стоящей Около Дороги Особой Формы Пень За подкарауливающего Нас Разбойника Или В падающих С крыши Дождевых Каплях Нам Пощудилось Сито Шаги То Это Было Бы Примером Иллюзии Когда Положим Мы Увидим Призрак Несомненно Покойника Или Находящегося В данный Момент На далеком Расстоянии Услышим Какой Нибудь Голос Которого На самом Деле И не Было Так Далее В таком Случае Нам Пришлось Быть Жертвой Видно Что Иллюзия Имеет Происхождение Внешнее А галлюцинации Внутреннее Но Как и следует Ожидать Между обоим Этими Явлениями Существует Масса Промежуточных Стадий Так что Срого Говоря Подобное Различие Далеко Не всегда Выдерживает Критику Тем Считателей Которым Никогда Не приходилось Испытывать Галлюцинации И Которые К тому же Очень Мало Знакомы С этим Явлением Теоретически Поставленный Вопрос О том Как Отличить Действительное Явление Отмнимого Мог показаться Довольно Странным В самом деле Что Казалось Бы Легче А между Тем Попробуйте Сделать Это На практике Представьте Себе Что Вы Находитесь Где Нибудь На Востоке В Индии Или Японии Перед Вами Толпа Народа Окружающая Одного Из Бродящих Фокусников Который Тут же На площади Без всяких Приспособлений Дает Представление Кроме Туземцев Собравшись Поглазеть На Доровое Зрелище Тут Можно Видеть Нескольких Европейских Моряков И Какого-то Богатого Англичанина Для Которого Главным Образом И Дается Представление Фокус За Фокусом Один Другого Поразительнее Совершается Перед Глазами Собравшейся Толпы Все Более И Более Возбуждая Ее Восторг И Изумление Наконец Черномазый Кудесник На Минуту Останавливается Обводит Толпу Своим Пронизывающим Насквозь Взглядом И Спрашивает Что бы Она Пожелала Получить Доказательство Его Могущества Раздается Несколько Голосов Предлагающих То или Другое В конце Концов Останавливается На Желании Попробовать Положим Персиков Ох Трудно Достать Их В это Время Года Говорит Маг Но Попытаемся С этими Словами Он берет Веревочную Лестницу Или просто Веревку Подбрасывает Ее Кверху И Мальчик Прислуживающий Ему Во время Некоторых Фокусов Начинает Быстро Карабкаться По этой Повисшей На Воздухе Лестнице Он Поднимается Все Выше И Выше Наконец Скрывается В облаках Через Некоторое Время Начинается Разговор Между Волшебником У посланным На небо Мальчиком Голос Который Доносится С высоты И Вскоре Оттуда Начинают Сыпаться Персики Толпа Расхватывает Дорогое Лакомство И С наслаждением Ест Вся Эта Сцена Настолько Жива И ясно Разыгрывается На глазах Просвещенного Зрителя Что Он Долгое Время И недоумения Более Или Менее Аналогичные Чувства Испытывает И все Остальные В толпе Возьмем Еще Несколько Примеров Как Известно Путем Гипнотического Внушения Возможно Заставить Усыпленного Субъекта Делать После Пробуждения Такие Вещи Которых В нормальном Состоянии Он Бо Ни за Что Не совершил Видеть Слышать И вообще Так или Иначить Чувствовать Несуществующее И наоборот Не видеть Не ощущать Находящегося Перед глазами Испытывать Определенную Страсть К предмету Вовсе Даже Не способному Ее Возбудить И так далее Из множества Случаев Подобного Рода Приводим Разными Приводим Их Разными Учеными Возьмем На удачу Следующие Рассказываемые Бернгеймом Пациенту Было Внушено Что Он Найдет У своей Кровати Даму Которая Поднесет Ему Корзинку С земляникой И получит От него Благодарность После чего Он Будет Есть Землянику Спустя Полчаса Пробужденный Он Идет К своей Кровати И говорит Здравствуйте Судар Весьма Вам Благодарен Берет У нее Руку Я Приближаюсь Он Показывает Мне Эффективную Корзину Земляники Где дама Говорю Я Он Отвечает Она Ушла Вот В этот Коридор Указывает Мне На нее В окно Выходящее В коридор Потом Он Едет Землянику Ягоду За ягодой Нежно Поднося Их Ко рту С приятностью Обсасывая Отбрасывая Степельги Вытирая От времени До времени Руки С видом Такой Действительности Подражать Которой Весьма Трудно Того же Субъекта Заставляя Есть То Воображаемые Вишни Персики Виноград То Даю ему Принять Даю ему Принять Когда у него Запор Бутылку Воображаемой Седлицкой Воды Он Берет Фиктивную Бутылку Наливает Фиктивный Стакан Выпивает Их Последовательно Три Или Четыре Стакана Делая При этом Все Глотательные Движения И Эта Воображаемая Слабительная Несколько Раз В течение Дня Производит Действия Галлюцинации Вызванные Внушением Могут Быть До того Ясны Что Субъект Не Может Отогрешить Их От Действительности Хотя Б Даже Прекрасно Знал Что Это Галлюцинация Недавно Я Усыпил Говорит Бернгем Одну Молодую Девушку Замечательной Интеллигенции Положительного Ума Нисколько Не Истеричную Из-за Искренность Которой Могу Поручиться По Ее Пробуждении Я Ею Показывал Фиктивную Розу Она Ее Видит Трогает Чувствует Ее Запах Описывает Ее Мне Потом Зная Что Я Мог Сделать Об Эм Внушение Она Спрашивает Меня Действительно Ли Это Роза Или Воображаемая Для Меня Абсолютно Невозможно Говорит Она Различить Это Если Галлюцинация Является Человеку Неинтеллигентному Не имеющему Понятия Возможности Внушенных Обманов Чувств То Никакие Старания Разубедить Его В ошибке Не приводят Ни к чему Он Стоит На своем Убежденный Что Его Желает Обмануть То же самое Бывает И с Отрицательными Галлюцинациями То есть Такими Когда Внушается Отсутствие Предмета На самом деле Находящегося В присутствии Галлюцинанта Одна Дама Которым Бернгейм Нушел Что По пробуждению Она Не должна Его Видеть Потому Что Его Не будет В комнате Бесполезно Меня Искала Рассказывает Этот Доктор И Казалась Сильно Огорченной Что Не Видит Меня Я Здесь Говорю Ей Вы Меня Видите Хорошо Я Прикасаюсь К вам Я Щекочу Вам Прибавил Я Вы Не Можете Удержать Ся Смеха Сейчас Вы Разразитесь Взрывом Смеха Она И брови Не Поморщила Иногда В таких Случаах Бывают Довольно Курьезные Явления Так Например Субъекту Подвергнутому Опыту Кажется Что Шляпа Висит На Воздухе Подымается Опускается Двигается В разных Направлениях Хотя В действительности Она Надета На голову Человека Которого Пациент Не Должен Видеть Таким Образом Мы Видим Что Субъект Испытывающий Галлюцинации Далеко Не Всегда Может Быть Уверен Что Это Недействительность Грейзингер Говорит Что Галлюцинации Представляют Собою Действительные Ощущения А Не Представления Если Эти Обманы Чувств Желают Победить Путем Умозрений То Обыкновенно Получаются Ответы Вроде Того Какой Получил ЛР От Одного Больного Я Слышу Голоса Потому Что Я Их Слышу Как Они Образуются Я Не Знаю Но Они Для Меня Настолько Отчетливы Как И Ваш Собственный Если Я Должен Верить В Действительность Ваших Речей То Вы Должны Позволить Мне Верить В Действительность Тех Речей Так Как Обе Они Одинаково Мною Уверенность В реальности Мнимого Явления Приобретает Силу В том Случае Когда Оно Наблюдается Одновременно Несколькими Лицами Как Это Бывает При Галлюцинациях Коллективных Стало Быть Вопрос О том Как Отвечить Действительное Откажущегося Имеющие Большое Значение В деле Научного Исследования Явлений Которые Носят Общее Крайне Неудачное Название Сверхъестественных Вовсе Старое Сочинение По Физиологии Вам Может Быть Пришлось Наткнуться На Такого Рода Совет Для Того Чтобы Убедиться Существует Ли Видимый Предмет В Действительности Следует Нажать Глазное Яблоко Пальцем И Вывести Таким Образом Оптические Оси Обоих Глаз Из Нормального Положения Тогда Если Перед Нами Предмет Реальный То Он Должен Удвоиться В противном Случае При Галлюцинации Удвоение Изображения Не Произойдет Совет Этот Основанный На Априорном Предположении Вытекающем Из Теории Мозгового Происхождения Галлюцинации Не отвечает Однако Действительности Оказывается Что Галлюцинации Далеко Не так Просто Как Сначала Думали Бене И Ферре Опыты Которых Обратили На Себя Внимание Современного Ученого Мира Напротив Доказывает Что Безусловно Во всякой Галлюцинации Должен Существовать Внешний Предмет Вокруг Которого Как будто Скопляется Творческая Работа Мозговых Центров Бернгейм С этим Не согласен Упомянутые Исследователи Внушив Однажды Пациенту Представление О Подымающемся В облаках Воздушном Шаре Предложил Ли ему Смотреть На него Попеременно То В обыкновенную Зрительную Трубу То В телескоп При этом Не мешает Заметить Что Подзернутый Опыту Субъект Не имел Ни малейшего Понятия О свойствах Упомянутых Оптических Инструментов Казалось Бы Что Образ Предмета На самом деле Не существовавшего Должен Был Оставаться Вполне Одинаковым Во что Было На него Не смотреть Опыт Однако Не оправдал Такого Предположения Оказалось Что Смотря В телескоп Галлюцинант Видел Изображение Воздушного Шара Перевернутым То есть Таким Как Оно Должно Было Быть Если Смотреть В телескоп На Реальный Предмет Не Менее Убедительный Опыт Был Сделан Упомянутыми Учеными Совершенно Одинаковыми Четырех Угольными Кусками Бумаги Выбрав Один из них Ничем Не отличающийся От остальных Экспериментируемому Субъекту Внушили Что Это Фотография Господина А Сделав После того На обратной Стороне Куска Бумаги Отметку Его Смешали С другими И Однако Несмотря На это Пациент Без Всякого Труда Каждый Раз Находил Между Ними Мнимую Фотографию Мало Того Когда Ему Подавали Кусок Бумаги Перевернутым Вверх Ногами Чего Обыкновенный Глаз Ни в каком Случай Заметить Не мог То Субъект Точно Заявлял Что Это Та же Фотография Но Перевернутая Убедившись Таким Образом Что Кусок Бумаги Вызывает В пациенте Ощущение Вполне Реальной Фотографии Бене и Ферре Поместили Перед его Глазами Призму Исламского Шпата Обладающего Как известно Свойством Удваивать Рассматриваемые Через Ни Предметы О чем Пациент Никогда Даже Не слышал И К удивлению Ученых Он заявил Что Видит Две Фотографии Читатель Видит Что Возможные Обманы Чувств И в особенности Галлюцинации Могущие Оказать Значительное Влияние На наше Заключение О том Или ином Явлении Заслуживают С нашей стороны Весьма Серьезного Внимания Но К сожалению До сих пор Как Сама Природа Галлюцинации Так и Условия Их Возникновения Недостаточно Еще Исследованы В настоящем Случае Мы не станем Останавливаться На описание Разного Рода Галлюцинаций Потому что Важность Этого Вопроса Требовала Очень Подробного Его Рассмотрения Галлюцинации Хотя Оттверждения В их Собственном Галлюцинации Общего Общего Чувства Эти Представители Средневековой Магии Безвинно Погибавшие На кострах Как известно Часто Прибегали К разного Рода Натираниям Вызывавшим Специфические Галлюцинации В публике До недавнего Вещего Времени Существовало Мнение Что Галлюцинации Непременно Являются Последствием Предварительного Усиленного Сосредоточения Мысли На определенной Идеи Такой взгляд Однако Далеко Не всегда Встречает Подтверждение Со стороны Самих Галлюцинатов Очень часто Галлюцинаторный Образ Возникает Без всякого По крайней мере Сознательного Предварительного Размышления О явлениях Хотя бы Только близко Соприкасающихся С предметом Галлюцинации Относительное Влияние Предварительного Размышления На возникновение Галлюцинации Можно вообще Заметить Что те Из них Которые Происходят От раздражения Органов Ощущений Вместе Их Начало Глази Ухи Поверхности Тела Или на их Протяжении В мозгу То есть Галлюцинации Так называемые Периферические Вряд ли Сколько-нибудь Зависит От работы Мыслящих Центров Которые Влияют Только на Чувствительные Центры Головного Мозга Производя В них То или иное Молекулярное Или химическое Изменение Изменение При отводе В одних Узнать Что тут Действия Неизвестных Ядов Ядов Например Гашиша Опия Беладона И т.п. Которые должно отнести разного рода внушения, которые удаются легче во время гипнотического сна, но могут быть произведены и в бодрственном состоянии. При этом вовсе не обязательны выражения внушения словами, может быть и мысленно, а иногда, кроме того, и бессознательные внушения. Прежде чем говорить о способах отличения галлюцинаторного ощущения от действительного, было бы не бесполезно знать, представляет ли собой галлюцинации явление болезненное или могут быть у людей психически совершенно здоровых, даже в самый момент ложного восприятия. Вопрос этот остается до сих пор открытым, так как мнения ученых в этом отношении разделяются. Одни признают галлюцинации явлением, безусловно, болезненным, другие, напротив, значительную их часть считают за нормальные проявления богатой духовной натуры. Наконец, третий, как, например, Айрленд, находишь, что галлюцинации стоят на границе от здорового состояния к болезни. Которые из этих трех мнений правильнее решить трудно, так как каждый имеет за себя известные соображения, но нам кажется, что первые из них, как слишком крайние, вряд ли близко к истине. В самом деле, разве можно согласиться, что толпа народа, наблюдающая за действиями упоминаемого в начале настоящего очерка фокусника, испытывающие при этом коллективные галлюцинации и не подвергающиеся после того, как разойдется, то есть выйдет из сферы влияния престидежатора, никаким обманным чувством. Может быть, призвано хотя бы только на один момент больною. Допущение такого рода было бы, на наш взгляд, большой натяжкой, которая, к тому же, совершенно бесполезна, так как все-таки нисколько не разъясняет вопроса о том, каким путем могла быть вызвана столь поразительная галлюцинация и у целой раздоплеменной толпы народа. В том же, что это действительно был только обман чувств, полагаем, сомнений быть не может. В самом деле, до тех пор, пока на наших глазах происходили явления, вроде поднятия человека на небо по веревочной лестнице, ни к чему не прикреплены, появление неизвестно откуда, фруктов, цветов и тому подобное. Мы еще можем недоумевать, сомневаться, но все-таки допускать, что присутствуем при одном из тех чудесных проявлений неисследованной психической силы, о которых не раз приходилось считать. Когда же восточный кудесник объявляет нам, что в наказание за дерзновенное желание получить предметы, которых сами боги в это время года не ниспосылают, ребенок послан на небо должен умереть, и действительно через некоторое время с неба летят окровавленные части тела мальчика, руки, ноги, голова и так далее. Или в других случаях, когда чародей, показав вид, что рассерженный ребенок вдруг бросается на него и разрубает на части, а безумевший от ужаса и негодования толпа народа бросается на преступника, который, насладившись произведенным эффектом, потом с улыбкой соединяет окровавленные части куски мяса и оживляет безвременно погибшего, тогда у нас не может уже быть сомнений, что виденная нами галлюцинация на вождение, мы видим, что это дело внушения, подобного тому, какое делает наши ученые в клиниках над некоторыми пациентами, но несравненно более совершенного, о котором нам приходится пока еще только мечтать. Тем не менее, для нас все-таки ясно, что тут разница не в сущности, а только в степени, если мы присутствуем при опытах внушения так называемых отрицательных галлюцинаций. В первое время изумляемся тому, что пациент не только не видит какого-нибудь предмета или лица, но даже, по-видимому, различает сквозь него находящиеся за ним другие предметы, то по зрелым размышлениям это вовсе уже не кажется нам чудесным, так как нередко подобное явление, только в более слабой степени, приходится нам наблюдать, когда мы подолгу отыскиваем какую-нибудь вещь, берем ее в руки и все-таки не видим. Очевидно, мы имеем дело с той же галлюцинацией, убедившись таким образом в возможности видеть несуществующее и не видеть того, что представляет собой вполне реальный предмет или явление, и зная, что достижение такого результата возможно путем внушения, мы уже можем до известной степени представить себе, каким путем делаются те необыкновенные фокусы, о которых рассказывают путешественники по Востоку. Но спрашивается, что дает нам право думать, что данное явление должно быть галлюцинацией? Невозможность наблюдаемого с точки зрения науки и даже простого здравого смысла? Но ведь если нам приходится исследовать такие явления, которые до сих пор считались невозможными, и однако в настоящее время приобрели горячих защитников, то априорное заявление о невозможности явления было бы равносильным отказу исследования неизвестного и предрешению вопроса. Очевидно, стало быть, такого рода критерий степени реальности наблюдаемых явлений не может быть признан заслуживающим внимания, тем более, когда последний не представляет собой ничего, кажущегося нелепым. Галлюцинации могут иногда удваиваться при надавливании на глазное яблоко или рассматривании образа через призму исламского шпата, казаться перевернутыми, если наблюдать видение через телескоп, давать при особых условиях последовательные образы и так далее. К этому еще прибавим способность галлюцинаторных видений, давать в зеркале симметричные образы. Словом, там, где наблюдатель пытается так или иначе путем собственных чувств, хотя бы даже и с помощью разных оптических приборов, удостовериться в реальности явления, результаты оказываются отрицательными. Свидетельство уже лиц, одновременно с ним производивших наблюдений, не могут быть принимаемого внимания ввиду возможности коллективной галлюцинации. Остается, стало быть, прибегнуть к какому-нибудь способу, при котором наши чувства не только бы не принимали участие, но и была бы возможность оставлять и на будущее время вещественные доказательства реальности явления. При этом задача бы значительно упростилась, так как пришлось бы только позаботиться об устранении возможности обмана. В числе такого рода средств, гарантирующих от ошибок, на первом месте следует поставить применение фотографии и вообще всякого автоматического графического изображения наблюдаемых явлений. В области звука той же цели может удовлетворять, опять-таки, исключив возможность злоупотребления, фонограф и так далее. И действительно, применение фотографии с целью определения реальности явлений оказало значительную услугу, хотя случаев такого рода применения ее, исключающих возможность подделки, было еще очень немного. Тем не менее, теперь уже можно сказать, что многие поразительные явления, совершающиеся по воле восточных фокусников, представляют собой внушенные коллективные галлюцинации.